приветствую вас друзья на моей маленькой кухне сегодня я решил замахнуться на классику меня просили приготовить несколько блюд с рыбой и вот один из них сегодня буду готовить миллёрскую форель как вы уже заметили у меня сегодня одет такой полосатый голубенький фартук как-то раз я в таком работал мне сказали сергей говорит ты выглядишь как продавец рыбы в гамбурге в порту на рыбном рынке ну в принципе ничего не имею против значит я вам расскажу что это за блюдо и как оно готовится это классика это является экзаменационным блюдом то есть это блюдо некоторые повара кому не повезло имеют честь готовить непосредственно на экзамене для рецепта мне понадобится форель которую я сам поймал сам почистил разделал и она у нас сегодня будет на тарелке представлены в лучшем виде обжаренные лепестки миндаля 1 лимон свекла 2 2 разных цвета репа петрушка масло сливочное масло топленое картофель мука оливковое масло сахар перец соль и молоко подсоленное и поперченное первым делом я отправляю картофель вариться сразу же солю следующим шагом очищаю свеклу и репу в оригинале к этому блюду идет тушеный огурец но тушеного огурца я не хочу потому что вкусы со временем немного изменились и можно сделать конечно свежий салат но я хотел придать этому блюду немного праздником поэтому выбрал именно такие цвета чтобы тарелка была презентабельна так следующим моим шагом я буду нарезать репу и свеклу вот таким вот образом чтобы вы не окрасили себе руки от от свеклы то рекомендую одеть перчатку хотя это не не обязательно потому что свекла прекрасно смывается и обратите внимание что я красную режу в самый последний момент теперь всю эту красоту я немножко присахариваю или подсахариваю присаливаю добавляю оливкового масла добавляю лимонного сока чтобы цвет у меня когда я буду запекать в духовке цвет сохранился максимально стабильным перемешиваю я не знаю будет ли у вас возможность найти репу и и свеклу именно такой вот желтого цвета то тогда просто воспользуйтесь не только свеклой или как я уже говорил ранее сделайте свежий салат свеклу я буду запекать в духовке по времени трудно сказать домашней духовке я по времени скажу так примерно для начала минут 20-25 при температуре 200 градусов возможно мне понадобится больше варить я их не хочу так как потеряется цвет есть конечно еще один метод как можно сделать это в сувиди но это слишком долго это не то что в сувиди а в параконик томате это я расскажу коротенько как это делается но стоит ли из-за этого заморачиваться просто длинная песня значит овощи все по отдельности для мешочки для вакуумирования солим перчим налимаем немного воды масло оливкового или сливочного запаиваем и в параконик томат при температуре 85 градусов при на паре на паре и готовится примерно полтора часа после этого овощи у них уже то есть они уже съедобны цвет превосходный вкус превосходный ну такой возможно сможете поезде нибудь какой-нибудь шикарном ресторане который специализируется на этом поэтому мы сделаем немного проще чтобы нам в домашних условиях тоже все получилось а пока ставлю просто в духовку не включая ее мой картофель приготовился и сейчас я его очищу за то время пока картофель готовился я овощи уже включил так кусочек сливочного масла я отправляю еще в нашу горячую кастрюлю петрушку я уже мелко нарезал очищенный картофель пока убираем сторону он нам не нужен и начинаем заниматься рыбой так форель я протягиваю в молоке предварительно подсоленным и поперченным и обволакиваю в муке сковорода у меня уже разогрелась а я буду обжаривать рыбу на топленом масле и и да и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Я использовал не все топленое масло, немного я оставил Это потом при подаче, оно мне понадобится, когда я буду добавлять петрушку и миндаль Так как картофель у меня горячий, чтобы сохранить его горячим, потому что я буду сейчас ужинать И я смещу его на единичку, чтобы он у меня оставался горячим, чтобы мне не пришлось его еще раз разогревать Я проверю примерно, сколько еще осталось к моим овощам И форель помещу непосредственно к ним И форель еще примерно нужно будет понадобиться примерно 5 минут Пока я ее переложу в тарелку Так как она у меня уже с собой сторон подрумянирует, выглядит очень хорошо И сюда добавлю остатки топленого масла и обжаренный миндаль Пока я включать сковороду не буду, я ее просто подготовил В общей сложности овощи у меня уже в духовке готовятся 30 минут И теперь я к ним же ставлю рыбу Вы услышали звонок, полчаса прошло Ставлю рыбу и готовлю еще примерно 7 минут Все-таки лучше 10 минут То есть в общей сложности овощи готовятся 40 минут При температуре 200 градусов Вверх-вниз, без конвекции Ближе к тому, как рыба будет готова Я включу конфорку на сильный газ Чтобы масло у меня было горячее И начну делать подачу Разведнел гонг, рыба моя готова Так, овощи для начала я перемешаю Репу с желтой свеклой я могу перемешать вместе А вот другую, красную стеклу я перемешаю отдельно Так, в картофель добавляю петрушки Также петрушку распределяю по форелик Выкладываем картофель И миндаль Моя форель по-мюллерски готова Ну, думаю, экзамен я сдал примерно на четверку Но, тем не менее, мне приятно Надеюсь, вам понравилось это блюдо Если вам понравилось, делитесь этим видео с друзьями Если не понравилось, пишите мне в комментариях Что именно не понравилось Чтобы я мог улучшить свою работу Ну, на этом я прощаюсь с вами И до новых встреч Спасибо за ваше внимание